здравствуйте уважаемые студенты тема сегодняшней нашей лекции операторы по плану рассмотрим следующие вопросы класс мяч методы класса вот и вывод данных класс мяч выполнение стандартных арифметических эти и тригонометрических функций которые поддерживает любое любой хороший калькулятор в языке java обеспечивается с помощью специального класса мяч он принадлежит к пакету java lang который импортируется в каждую программу импорт java long наиболее часто употребляемой функции это значит пи константа 10 разрядов следующее это возведение в степень с показателем вторым параметра далее идет из qrt артангенс синус косинус тангенс взаимое взаимное преобразование значение из радиану градус в градус и случайное число bc максимум минимум все методы этого встроенного класса языка java имеет свой тип отлично отводит то есть является типизированными примеры использования класса мяч программа генерирует генерирует два случайных числа и выводит большой из них с помощью методами макс значит тут у нас записано класс пример бог один далее мы описываем переменные куда рандом 1 рандом 2 является вещественным для рандом 1 мы присваиваем значение мяч рандом также рандом 2 присваиваем мяч рандом и на экран мы выводим эти числа через через оператора систему от принтова и далее мы вводим максимум из этих двух случайных числа для возведения в квадрат используется функция мяч пол x 2 тригонометрические функции вызываются мяч синус x округление для ближайшего целого мяч точка раунд 6 и 6 до значение 7 методы класса когда создан объект какого-либо класса ему можно применить методы определенные внутри этого класса доступ к этим методам осуществляется с помощью команды имя векта точка имя метода и скобки исключением является только метод main так как он объявлен как static поэтому он является единственным и принадлежит самому классу когда виртуальная машина java ищет метод main main для запуска она использует идентификатор он имеет следующий вид имя класса точка main класс мяч также является абстрактным все все его методы объявлены как стейти так что до их использования объект не создается доступ нему осуществляется прямо через имя класса вывод данных в java не существует оператора до ввода данных вывод осуществляется с помощью специальных методов класса чтобы ввести какую-либо переменную нужно знать какой метод следует вызывать в специальном встроенном классе print stream находится метод println и print внутри общедоступного класса систем уже существует объект print stream с именем out который связан с экраном компьютера и так есть три элемента класс систем объект out класса print stream и метод println и print из них можно скомпоновать операторы которые вызывают метод для вывода информации на экран для краткости их часто называют операторами ввода значит описывается переменные строкового типа из 1 из 2 из 3 с и с н и следующим образом они выводятся на экран значит здесь java выполнять только вывод строк списке ввода можно использовать операцию плюс строк числа числа при вводе преобразуется в строку вот данных программе часто приходится запрашивать извне значений для своих переменных необходимую программе данные могут извлекаться из таблиц сохраняющихся на диске а также представлять собой ответы на вопросы или списке значений термин поток применяется для обозначения последовательности данных которые поступают из одного из источника например с клавиатуры или из файла диска интерактивный ввод данных потоки ввода внутри общедоступного класса систем уже существует объект абстрактного класса input stream с именем с именем in который связан с клавиатурой ввод данных программу с клавиатурой удобного всего удобнее всего осуществлять через буфер для этого следует использовать встроенный класс буфер и тридер чтение строк в классе буфер и 3 вид вид имеется типизированный метод read line который присваивает строку вводимого с клавиатурой текстом строковые перемены еще он имеет следующий вид стрим с равна in read line скобки в классе double имеется типизированный метод в парсе дабл который преобразует строковое значение к числовому простейшему типу дабл значит он имеет следующий вид значит описываем строковый перемены с с равна in read line дальше double d равен double парса дабл с аналогичным классов лад пинтейш имеется типизированный метод парса флот и парс и который преобразует строковое значение к простейшим типам флот и ин соответственно тут приведены примеры как эти методы можно использовать при при вещественных и целых числах тут только место дабл мы записываем значит соответствующие нам типа либо флот либо интейджи объявление потока для ввода с клавиатурой ночмы импортируем потоковый потоковый пакет импорт java а я . звездочка значит здесь будут все пакеты включены объект системы должен передаваться в качестве параметра конструктора другого класса input stream риттер результат чего создается объект тут вот приведен пример значит для с мы присвоил ли класс input stream ридер дальше мы будем объявлять с как новый класс из объекта system in далее будет читаться это с класса буферит ридер также создается новый класс в процессе ввода вывода часто могут возникать ошибки связанные со внезапным завершением данных или наличием у них неправильного формата такие события называются исключениями java требует чтобы в каждом методе указывали все возможные исключения поэтому прежде чем приступить к считыванию записи данных необходимо добавить команду трос ай о секс шин после объявления каждого метода в котором осуществляется чтение данных и любого метода который вызывает его и не обрабатывает исключение класса оболочки значение встраиваемых типов и объекты не должны смешиваться примитивные типы чар и клон флуа добыл буллин пакет java лан имеет классы оболочки ассоциированы с каждым из примитивных типов чарты интейджер лон флуа добыл и буллин если необходимо передать стандартному пакету объект а не значение одного из простейших типов то значение вначале помещается в класс оболочку и становятся объекты объектом классы оболочки поддерживает разнообразные методы преобразования метод преобразования между интейджер энд и стрим тут первом случае в интерьер написано как конструктор его переменная целочисленный типа ой далее интейджер а и обиджи и не делает из и объекта 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 Чтобы получить int назад для вывода на печать, надо использовать систему от println iobg-invaluia. Форматированный вывод чисел. Абстрактный number-формат предоставляет методы, позволяющие получить объект, форматирующий числа, то это осуществляет структурирование чисел, придавая данным на выходе удобочитаемый вид. Для настройки объекта форматирования чисел можно использовать следующие методы. Number-format-get-instation. Системные настройки форматирования по умолчанию. Void-set-maximum-integer-digit. Максимальное количество цифр целой части числа. Void-set-minimum-integer-digit. Минимальное количество цифр целой части. Void-set-maximum-fraction-digit. Максимальное количество цифр дробной части числа. Void-set-minimum-integer-digit. Максимальное количество цифр дробной части. Даты, календари и время. Класс Date входит в пакет JavaUtil. Представляет даты и время, ведь независимо от системных установок. Например, при использовании TodayNewDate будет создан объект, содержащий сегодняшнюю дату или системное время. Значит, рассмотрим структуру. Date – это для вывода на экран. Date-long date, Boolean after date when и так далее. Значит, мы можем таким образом их описать в виде класса. Для вывода на экран мы будем использовать System Outprintln. Формат вывода день, неделя, месяц, день, часы, минуты, секунды и зона. Для получения конкретной даты нужен класс Календарь. На случай возникновения непредвиденных ситуаций, значит, разрыв связи с пользователем, ошибочное удаление файла, неверный ввод данный, у Java есть специальный объект исключения. Исключение – это бед, который сигнализирует о том, что возникла нестандартная ситуация. Хотя в Java существует много заранее определенных объектов, связанных с исключением, программист-пользователь может создать и свой собственный. Примеры исключений генерируемых в Java. Arithmetic Exception File, NoteFound Exception, I.O.Exception, NumberFormat Exception, Error Яндекс, Outbound Exception. Иногда посредством исключений удобно управлять программой, чем посредством оператора IF. Обработка исключений. Чтобы программа отреагировала на заранее определенную исключительную ситуацию, такую как A.O.F.Exception, надо определить две части операторов – True и Catch. True указывает блок операторов, в котором вызов любого метода или выполнения другой операции может привести к возникновению исключительной ситуации. Catch снабдить блок одним или несколькими обработчиками и составить перед ними ключевую слово Catch. Обработчик сам по себе является блоком, который содержит операторы, связанный с сообщением об исключительных ситуациях или ошибках. Обработка исключений. Схема использования True, операторы, при выполнении которых может возникнуть исключение, Catch тип исключения 1, операторы, которые реагируют на исключение и исправляют ситуацию и т.д. до иного количества. Если исключение возникает в блоке True и соответствует какому-либо типу в списке параметров одного из блоков Catch, то управление передается этому блоку Catch и выполняется его оператор. При отсутствии подходящего к блоку Catch, исключение передается следующим выполненному методу. Схема объявления нового исключения. Класс, имя исключения, extended exception, паблик, имя исключения, паблик, имя исключения, стрим и супер. Имя исключения, имя которой будет присвоено новому исключению, второй конструктор передает любую специально определенную строку обработчику исключению, благодаря чему она будет доступна для метода GetNessage. Это объявление должно быть сделано там, где его смогут увидеть оператору True и Catch, генерирующий и улавливающий его. Обработка исключения. Биви в класс исключения, имя искал, мы можем генерировать объекты этого класса по следующему схеме. True, New, имя исключения, сообщения. Это сообщение объяснит суть исключительной ситуации и может быть использована оператором, обрабатывающим исключения для предоставления информации пользователям путем вызова метода GetNessage или сообщения, может быть пустым. Спасибо за внимание. Значит, на сегодняшний лекций мы рассмотрели вопросы как класса мяч, обработка исключений. Спасибо за внимание. Поэтому мы рассмотрели вопросы как класса мяч, обработка исключений. Спасибо за внимание. Продолжение следует...